всем привет вы на канале цветули у светули меня зовут светлана сегодня хочу продолжить разговор про гортензии перед вами гортензия early sensation посадка лета 2018 года купила таким маленьким кустиком друзья вообще и какая она сейчас красавица такая хорошая ее в этом году формировала весной лишние и побеги убрала чтоб более такой прямо стоячий курс был даже не весной а в начале лета и очень даже рада что я это сделала она такая не лохматая не развалиста не раскидистая в принципе все ветра держит дожди держит она у меня без опоры стоит смотрите сколько на ней ос пчел и бабочек вон бабочка но бабочка вот одна пока что а ос и пчел тут бесчисленное количество просто она такой аромат источает нежный нежный хорошая гортензия разрослась очень хорошо посмотрите как хорошо на рос куст вообще прелесть она мне очень понравилась early sensation но она чуть-чуть в этом году с цветением ну как сказать не запоздала просто раньше нее зацвела вот а гортензия вот та которая у меня без имени вот так что друзья всем рекомендую early sensation хорошая гортензия мне понравилось хотя вы видите у нее какие цветочки не только стерильный да как все любят только стерильные ну и фертильный но от этого она нисколько нисколько не хуже смотрится такая воздушная красивая девочка очень не понравилось друзья это гортензия у нее такие смотрите кругленькие шапочки такие видите да как бы без конуса она такая сама шапочка такая кругленькая получается а вот у той гортензии такой будет наверно конус видите она такая как заостренная немножечко а это такая покруглей у нее шапочка интересная такая гортензия вот она у меня посажена рядом с ней вереск можжевельник там посажена у меня стильба а за стильбой за гортензия вырастет когда-нибудь у меня туя смарагт такая будет она хочу чтобы она была как бы до забора не выше буду ту и формировать не буду давать им расти высоко не такие два с половиной три метра могут быть следующая гортензия вот эти вот вот эрли сенсейшн вот эту гортензию и мегаминди я покупала летом 2018 года вот я сюда их высадила сделала для них такую такой вот цветничок специальный и сюда их высадила это у меня должна быть silver доллар гортензия но опять же пересорт друзья пересорты опять она у меня не плотная а такая воздушная девочка смотрите здесь совсем другие цветочки очень такие смотрите маленькие цветочки но хотя может быть это конечно не показательное цветение она у меня вышла поздно ну вот успела все равно зацвести и как сказать там может быть еще она когда разрастется будет уже по-другому совсем цвести но пока вот так цветет но я думаю что она конечно плотными шапками цвести точно сто процентов не будет но может быть будет цветов больше смотрите какие у нее интересные цветы у нее цветы с зазубренными краями видите какая интересная вот ну вот по этим кратчика в принципе можно наверное определить сорт какая-то гортензия так что у меня будут две таких здесь воздушных гортензии я даже нисколько не расстроилась очень мне нравятся такие гортензии друзья интересные красивые вот когда она полностью раскроется я вам обязательно покажу я думаю что это не полное и раскрытие здесь много-много смотрите сколько будет цветов по идее то должно быть много цветов так что вот очередной пересор друзья а это у меня цвела девочка когда я ее высадила в 2018 году она у меня цвела в том году она у меня не цвела не успела а в этом году слушайте вышла очень поздно очень очень поздно вышла думала что пропадет но не пропала молодец вышла нижние почки проснулись и даже вот такие побеги у нее неплохие побеги но цветение конечно же я думаю не не будет у мегаминди крупные соцветия до 30 сантиметров высоту такая приличная шапочка и она вырастает метр сорок метр семьдесят пять вот так вот заявлено но плохо вот она перезимовала так бы конечно был бы куст бы я думаю что помощней но ничего страшного самое главное что она не пропала со временем я думаю что она разрастется и будет меня радовать своим цветением что я посмотрю так я посмотрела у мне шапочки сначала белые потом розовеют потом краснеют красивая она такая вообще на цвету вообще красавица просто хорошенько гортензия вот у меня еще девочки новиночка посажена это в этом году я ездила в карелию и убила в садовом центре гортензию ливана и вот мне там писали что это гортензия очень плохо зимует ну вот я посмотрела в описании что она выдерживает минус 29 градусов по идее как бы ну должна хорошо зимовать в нашем климате ну посмотрим купила я ее только потому что она такая вот как я почтала мощная гортензия она вырастает два с половиной три метра высоту соцветия не тоже такие знаете не маленькие очень такие 40 сантиметров длиной вот и не захотелось чтобы быть на этом месте был такой мощный большой вкус я ее считаю совсем недавно сюда посадила ну все она уже прижилась принялась нормально буду теперь это формировать ее уже весной как я ее не трогала вообще вот как посадить как она была в магазине куплена садовом центре так вот она у меня и посажена без всякой обрезки без его не буду пока не трогать до весны весной буду с ней разбираться пока что вы так на ее месте у меня в том году был черенок роз мой черенок от какой-то гортензии от моей я его отсюда вот убрала пересадила череночник а вот сюда новенькую как бы до новый сорт посадила кто на канале знает что у меня вот здесь раньше вот на этом месте где сейчас дюрин пестролистный была гортензия стронконнабель она у меня приехала вот сюда стронконнабель никак там не росла изначально вообще на мне было в другом месте посажена короче она уже два раза пересажена но вроде как в этом году видите и тут слизней поели ничего растет вот там растет маленькие побеги пошли до почки проснулись ну короче говоря я думаю что она ей надо просто дать время чтобы она разрослась это у меня тоже посадка 2018 года по моему в этом году в восемнадцатом я ее покупала думаю на этом месте она все-таки начнется расти там вообще вообще не развиваться наверное было темновато я так думаю сейчас у меня там дюрин посажен но посмотрю как он будет там себя чувствовать пока что вроде как ему там хорошо по внешнему виду вроде как ему нравится там в углу в самом так а здесь у меня друзья посажено два даже черенка гортензии пинки винки у меня тетушка моя родная купила на нашей местной ярмарке гортензии пинки винки в том году летом я к ней ездила в гости и немножко и гортензию формировала и побеги вот которые я отрезала от ламова отрезала взяла укореняться к себе они у меня вот укоренили зиму при перезимовали я решила сюда два посадить потому что здесь ничего не растет у меня здесь такая темень и видно как бы ну не хватает растения ну по крайней мере вот этим цветам хватает они вон тут у меня цветут растут а гортензии маленькие им видно света не хватает меня здесь крупнолистные росли гортензии я их выкопала отсюда заболели все у меня какие-то вообще никакие убрала посадила два черенка в пинки винки если конечно это пинки винки опять не пересорт потому что еще как бы такого настоящее цветение у моей тети не было я не могу посмотреть по шапочке надеюсь что какие-то какой-то у меня черенок благополучно перезимует и пойдет расти просто вы знаете для страховки посадила да ну посмотрю выкопать куст никогда не поздно а пусть и два растет тут место в принципе как бы есть вот с одной стороны туя но она подальше посажена чем ну от гортензии ну посмотрим короче говоря было два черенка решила два посадить для надежности чтобы хоть один но у меня перезимовал и уже хочу как бы чтобы тут вертикаль была на роскост а если бы еще за все вообще цены бы не было было бы здорово вот такой у меня здесь уголок подсажены колиусы вегетативные хоста гортензии хвойные растения туи смарагт и декоративная трава на заднем плане здесь бы бальзамины вегетативный там что там у меня фуксии ну вот так вот девочки вот так у меня тут смотрится вот еще остильба тут еще все цветет красавица такая прямо хорошенько плотная такая щеколоски такие обалденные плотное такое цветение у той стиль бы очень красивая вот друзья вот так у меня здесь растут гортензии в такому цветнике забыла сказать так то не знает стройка на быль это древовидная гортензия это не метельчатая гортензия это древовидно у нее будут круглые такие как заявлено огромные соцветия ну посмотрим принципе у меня есть просто она быль она такая уже у меня с 2016 года растет такая уже порядочная хорошая гортензия большая вот если здесь будет такой большой шикарный куст на заднем фоне дёрган пестрелись на дома здесь будет здорово все таки здесь такой угол темный так что для древовидной гортензии то самое то ее не надо на такое пекло на солнце сажать и здесь будет хорошо а этим достается солнышко гортензиям вот видите как бы сейчас вот солнышко время два часа и вот у меня солнышко нормально им тут растут и такой цветничок дорогие друзья прошу прощения за голос я немножко тут приболела чуть-чуть так что не обессудьте такой у меня будет в этом видео голос сейчас я вам еще гортензии покажу какие у меня растут моем цветнике вот в этом цветнике у меня все практически гортензии посажены в 2018 году кроме самарской лидии вот перед вами самарская лидия это в том году я покупала ее в санкт-петербурге в садовом центре девятки нам не привозили оттуда не цветет в этом году она такая красивая друзья это новиночка 2018 года очень красивая гортензия но не цветет в том году покупала маленьким кустиком совсем маленьким и даже она у меня цвела а в этом году вроде как и выросла но цветение не не видать ну ничего страшного лишь бы только окрепла она и разрослась и к я думаю что порадует меня своим цветением очень красивая гортензия розовеет краснеет обалденно 15 сантиметров у нее шапки она сама невысокая метр двадцать метр тридцать высотой так что надеюсь полюбуюсь когда на эту гортензию за ней у меня гортензия посажена мальба фрейс не цветет тоже 2018 года посадка куст был куплен большой большой емкости ну вот не хочет свести не дружу с этой гортензия вообще вообще не дружу побеги какие-то хрупкие в этом году было много-много побегов и все выломала ветром все вы три пола ветра но я бы ее и так формировала бы потому что мне столько побегов не надо сколько она дала но она в этом году высокая хрупкая и какая-то не знаю не дружу с этой гортензии вот у кого она растет напишите как вы за ней ухаживаете я читала что она не любит очень кислую почву я и не клала много кислого субстрата я ей каждый год под корни подкладываю костную муку весной и осенью этой гортензии и удобрение для гортензии специальное и все равно никакого никакого эффекта друзья не вижу что за гортензия чудо природы называется этих у меня малышки цвели в 2018 году пусть они меня в том году не цвели но хоть в 18 цвели шикарно это не знаю не хочет свести magical везювио красавица гортензия она у меня восемнадцатом году цвела маленькой маленькой шапочкой такой да ну я посмотрела цветение красивая на розовая такая хорошенькая гортензия в этом году мощные побеги такие дала мне побеги хорошие такие крепкие ну вот цветов как видите не нет ну самое главное что из-под зим вышла а то я что-то за нее переживала такая маленькая почему-то у меня вот два года было его 17 маленькая была и в девятнадцатом такая маленькая в этом году подросла хотя бы вот у меня на веночка посадка этого года весной покупала в полковсаде гортензию summer love называется низкорослая красивая шапки плотные хорошая гортензия вот дай бог разрастется покажу за ней посажена у меня гортензия magical sweet summer вот набрала даже цветоносы но цветоносы совсем маленькие даже не ожидала что она у меня зацветет и так выросла друзья вообще посмотрите какая куст такой большой всегда была маленькая в том году не цвела восемнадцатом цвела красивыми плотными такими шапками не плотные и раз я не розовеют очень красиво гортензия мне очень понравилась вот такая одна шапочка такая более-менее хотя бы маленькая конечно но хотя бы побольше чем вот эти эти то совсем мелко шички так что дело пошло бутоны заложены в этом году цветение полноценария я конечно и не жду но хотя бы вкусно роз и хотя бы хотя бы что-то тут будет не может быть даже еще и темно потому что она получается у меня посажена подаркой сверху как висят кашпу может быть ей даже не хватает солнечного цвета да не знаю как она мне здесь будет жить когда сажала все было маленько а сейчас вот конечно все нарастает ну посмотрю друзья не знаю хотелось бы конечно чтобы здесь была у меня гортензия но как она будет если вы парка ей будет мешать не знаю здесь у меня гортензия сильвер доллар разжилась я в том году ходила татьяне записки цветовода канал она мне дала череночек со своей гортензии silver доллар цветущий причем так что это точно должна быть она вот он у меня укоренился череночники пережил зиму и весной вот я его сюда подсадила она такая тоже невысокая в принципе плотные такие у не соцветия красивые ну посмотрим друзья не знаю что тут у меня будет как это подарка все будет расти буду смотреть доли меня порадовала друзья такой вкус шикарный покупала маленький маленьким кустиком совсем в этом году так она у меня наросла в том году не такая была в этом году просто вот сумасшедший куст цветение нет а 18 очень красиво цвела такие ажурные у нее цветы красивые коноса видные такие 25 сантиметров 25-30 сантиметров высоту соцветия красивая очень доли гортензии но в этом году как видно все силы потратила на то чтобы нарастить вот такие мощные побеги цветение нет ну ладно зато смотрите как красиво у меня друзья разрослась в грунте пеларгония такой был маленький кустик думаю подсажу сюда к розочки она посмотрите-ка скоро у меня розу перерастет какая какая красавица еще и обильно цветущая просто красотунья а не питунья так следующая гортензия это у меня полярный медведь друзья такой вот маленькие маленькие такие цветоносы но зато хотя бы хотя бы это цветет это полюбоваться на такую красавицу восемнадцатом году были огромные цветоносы даже не держала ветка лежали на земле под подпорки ставила потому что они это вообще были какие огромные сам куст полярный медведь сама гортензия она мощная может вырастать до двух с половиной метров и соцветия плотные все цветки у нее стерильные белого цвета не розовеют очень красивая гортензия друзья но в этом году все таки вот полюбую смотрите какая хорошая шляпка тоники конечно цветонос но и хотя бы будет держаться не сломать ее не ветер не дождь вот такая вот гортензия полярный медведь у меня сейчас еще от все откроются у нее цветы и будет плотно шапку не плотно цветение это вот просто еще как бы видите здесь еще ничего не открылась обязательно вам покажу когда полностью цветок раскроется будет красивый очень и здесь у меня гортензия little lime это маленькая копия лайм лайта еле-еле вышла в середине лета только иди еще видите какие маленькие побеги не вызревшие так что дай бог чтобы она у меня успела к зиме подготовиться я ее уже монофосфат калия ей дала пролила ее заложу сейчас под нее вот в августе месяце у меня есть специализированное удобрение сейчас я вам покажу свои удобрения заложу под нее обязательно чтоб она у меня хотя бы немножко крепла к зиме представляете какая малышечка а в 18 году когда я купила была маленькая но так цвела бесподобно были огромные огромные шапочки красивая она и такая знаете такого цвета лайма еще даже розовела у меня такая она была красавица просто отличная гортензия очень переживала что не выйдет там такие стволы не знаю с два пальца на их толщиной а ничего ничего не это не наросло все по удаляла но вот какие-то почки видно нижней там совсем проснулись слава богу много в принципе поросли сейчас формировать конечно не буду ничего что тут формировать то буду формировать наверное весной эту гортензию и еще друзья у меня новиночка гортензия посадка этого года это у меня граффити покупала мне ее моя любимая тетушка в садовом центре девяткина как вот и самарскую лидию да и вот эту вот гортензию граффити будет маленькая гортензия до метра высоту но шапки у нее такие приличные 25-30 сантиметров розовеют ну красавица просто вот разрастется зацветет обязательно вам покажу пока вот так вот хорошо в принципе наросла такая хорошенько с посажена у меня рядом с пузыреплодником здесь вот я еще и подсадила пеларгонию так что сидит не цветет ну ладно ничего страшного лишь бы только корневая система окрепла побеги вызрели и призимовала ну вот такой друзья у меня здесь цветничок с гортензиями с розами сейчас подсадила вот еще полиуса вегетативные на лето вон там сидит открылся виолу всю поубирала и стала хоть колиус видно гейхера здесь посажена вон какой тоже красавец разросся роза здесь пучка покровная лаванда там маленький лилейник такой остильба красавица вот один маленький цветонос остался уже все отцвела так что вот так и друзья как бы зацвели все это мои гортензии было бы здорово тут прям вообще вот такие белые пятнышки а пока что зеленая зеленая полоса раскрашивают окна пеларгонии так вроде как ничего смотрится до арка с цветами так что вроде как смотрится ничего а так конечно когда гортензии не цветут очень даже такие веточки зеленые все ненарядные а когда уж цветут так тут просто шляпки белый далеко видать прошло несколько дней сперва видел мне кажется еще больше они меня подросли еще больше по раскрывались цветочки прям такие крупные стали вообще просто загляденье гортензии на цвету это что-то с чем-то ну и вдоль забора друзья у меня посажены черенки мои гортензии даже не знаю какие и не буду останавливаться чтоб время не тратить все по-разному они выглядят кто-то маленький кто-то такой хорошенький так что не цветут бутонов еще нет так что даже не буду показывать чего тут это показывать когда еще ничего не распустилась не расцвело вот сейчас покажу свою красотку древовидную гортензию аннабель вот такая она у меня огромная в этом году друзья это вообще куст такой огромный я ее посадила в 2016 году маленький маленькая веточка на даче в села совсем маленькой а теперь она во какая большущая я ее осенью стригу всегда коротко где-то сантиметров 15 составляю над землей побеги такие маленькие оставляем землю она вот так вот за сезон нарастает цветет за счет того что я не поубирала побегов да она такая вот огромная у нее шапки маленькие ну хотя бы я эти шапки не подпираю они хоть себя сами держат а то ветра и дожди конечно шапки лежат все надо подпорки ставить не стала ей побеги убирать то что мне нужно было чтобы угол был закрыт но в принципе в следующем году я уберу это не буду столько ей давать побегов зачем она такая вообще просто вообще ужасно разрушилась большая мне даже ее не обнять ну ладно так следующее это древовидная гортензия сказала что-то я уж не помню древа видно не метель читать цветет на побегах текущего года как и метельчатые хорошая беспроблемная вообще хорошая гортензия очень мне нравится о какая красавица здесь у меня ромашечки рядом это у меня беру нико уже отцветает практически а здесь друзья я только что недавно убрала гортензию пинг до пинг даймонд пропала на ее место высадила череночек и череночек не знаю опять какой гортензии друзья буду теперь смотреть по цветению рядышком посажена роза фарибунда красиво а это у меня черенок 2018 год я его высадила в том году весной на это у меня здесь росла гортензия пинг аннабель но она у меня пропала сушки так жалко вообще покупала такой хороший кустик за тысячу рублей и чего-то она мне не призем а вала вот стронг у меня выжила а вот пинг она были пропала и я вот сюда посадила этот черенок в том году весной взяла черенок со своего череночника он у меня перезимовал был получается он у меня укоренен в 2018 году перезимовал зиму и вот в девятнадцатом весной я сюда на это место его высадила вот так вот друзья это гортензия вот такие дала мощные побеги но побеги почему-то легли вот так вот лег побег я сообщил конечно это не заметила даже как он у меня и лег то и чего лег не поняла вообще ну ладно так что вот смотрите какая друзья это наверное такая гортензия которая у меня у на веса мне почему-то кажется по вроде как она вот какие стволы как у дерева друзья толстые красные такие прям ух какая жирненькая и цветочек такой смотрите не маленький не маленький такой прямо хорошенький так что вот так вот друзья уже как полноценный такой у меня получился кустик они череночек дербенник посажен рядышком остильба здесь у меня пиларгония опять же в грунте посажены и вот здесь тоже пиларгония цвет набирает а это друзья у меня пиларгония господи гортензия magic of fire представляете тоже только недавно вышла я уже тоже хотела ее выкопать думала все пропало но потом как увидел смотрю нет идут маленькие росточки так что слава богу лишь бы только теперь вот эти вызрели побеги она у меня перезимовала очень красивая magic of fire такая на розовая красная потом становится очень красиво я ее покупала у себя на местной ярмарке в восемнадцатом осенью так что вот друзья но там потеряла pink diamond тоже на местной ярмарке покупала а вот это вот вроде как принялось расти так что так что наверно полюбуюсь не знаю там тоже у меня розочка посажена флори бунда вот набрала второй раз цвет зацветет второй раз я уже ей подстригала побеги отсветшие бутоны все стригала цветы и вот она опять у меня набрала эта посадка этого года это тоже посадка этого года розочка вот в окружении роз они у меня будут гортензии когда когда-нибудь разрастутся розы гортензии здесь почва покровные две розочки в одной ну рядышком посажены такие вот так что друзья вся буду в цветах есть тоже розочка такая вот а здесь у меня друзья растет гортензия лаймлайт бедолажка я ее покупала осенью 2017 года росла она у меня около навеса вот той стороны дома да вот там где только что я вам показывала я потом ее вот сюда решила пересадить она у меня очень долго болела пересадку плохо так перенесла видная корни там ей потревожила это же очень плохо она у меня это перезимовала потому что поздно очень вышло и опять же вышло только нижние почки проснулись то что было оставлено на поверхности ветки до с почками ничего не проснулась не знаю что в этом году такое ну ладно проснулась вроде как побеги такие хорошие плотные она тут еще знаете на ветру на таком 3 3 там все-таки защита как-то до растениям есть а тут вообще ветер такой гуляет но но вроде как стоит она прямо стоячая лаймлайт гортензия такая она мощная шапки у них красивый не краснеют она лаймового цвета красивая гортензия но вот цветение не видела когда вот восемнадцатом у это до восемнадцатом году я присадила она у меня собиралась вести вот я ее присадила и все все цветочки поникли не из-за того что пересадила осенью рано осенью пересадила думала чтоб ног зиме она адаптировалась цветение вот из-за этого прекратилась она я потом и обрезала цветоносы чтобы она это силы не тратила наращивала на новом месте корневую систему ну ладно теперь главное что она у меня здесь принялась дай бог нарастет и все все будет и цветы будут и куст разрастется я на это по крайней мере надеюсь еще здесь у меня такой цветничок с гортензиями розами было 2 туи 1 вот не знаю пропадет не пропадет 1 вот хорошенько осталось друзья также остирьбы и вот тут еще flux и вышли убирала flux я видно остались корешочки вышли еще flux и и все вот такая а еще 2 барбариса подсажены вот по бокам гортензии вот эта гортензия перед вами диамантина посадка в том году весна покупали не и в сан петербурге садовом центре в девяткино такая вот хорошенькая призимовала еще такие соцветия дала смотрите какая красавица очень не понравилось но единственное что смотрите никакие мелкие цветочки меленькие такие некрупные совсем маленькие но все равно шапки получаются достаточно такие большие вот смотрите какая будет вообще шапка большая вот здесь набрала цветение а с этой стороны почему-то ни одного цветка нет вот стоит ну ладно ничего страшного это у меня мой черенок скорее всего вот этой вот гортензии безымянной как я вам показывал в предыдущем видео которая должна была быть ванила а пересорт вот скорее всего это вот это гортензия это у меня черенок посадка этого черенка я его сажала сейчас скажу когда осенью 2018 года она у меня уже в том году была эта гортензия призимовала в этом году вот вообще представьте как хорошо наросла мощный такой куст и все все ветви заканчиваются цветами представляете все побеги вообще здорово хорошая гортензия смотрите какая красота не могу не показать какая красивая роза камера конечно не передает цвет она такая лососевая розово-лососевая очень красивая друзья розочка вообще обалденная с гортензией тут будет красиво смотреться а еще смотрите у меня вот эта роза помните я вам говорила ветку да дала ветка вот смотрите как обильно цветет и еще ведь одну ветку мне представляете давай это роза что за роза я ее нечаянно обломила но ничего думаю страшного пойдет расти ну какая роза живучая хорошая красивая так у меня здесь было в том году посажена жемчужина фестиваля вот на этом месте в этом году роза она плохо у меня не вышла можно сказать из-под зимы я ее когда стала выкапывать то увидела что там маленькие такие побеги такие знаете белые и посадила в череночник и самое главное что здесь у меня жемчужина фестиваля было а вот на том месте где роза белая там у меня была гортензия ангел ангел бланш такая красивая цвела в том году обалденными цветами я ее тоже пересадила отсюда и сам теперь главное что я не знаю где они у меня я их не подписала я приблизительно знаю где да но вот чтобы точно где жемчужина где ангел я вообще не знаю и буду теперь ждать светение этих гортензий маленьких так что вот так друзья теперь вот такая у меня клумба вместо эти гортензии у меня посажены розы вот на этом месте гортензия тоже была но тут был мой черенок я его убрала розочку подсадила здесь у меня розы флорибунды а там вот у меня только парковая роза вот на том месте большая должна быть здесь у меня тоже мой черенок подсажен в том году я его укорняла это должна быть пинки венки пинки венки у меня вот там у забора и вот сюда я подсадила вот посмотрю какая будет гортензия будет ли пинки венки или опять или опять не она вот такой у меня здесь друзья цветник когда разрастется все я думаю что будет неплохо смотреться но гортензия это вот какая хорошая красивая и обильно цветущая по сравнению с другими моими молоденькими это молодец цветет старается девочка ну вот друзья вот такой цветничок сейчас я вам покажу какими я удобрениями пользуюсь вот это удобрение я покупала на вауберисе меня просила женщина показать подписчица да показываю вот такой два раза за сезон она вносится весной и вот там написано май апрель-май и июль-август вот так вот она вносится два раза за сезон еще вот такое у меня удобрение вот я сейчас его буду под гортензии под свои раскладывать два с половиной килограмма для родондрона пожалий она тоже два раза за сезон вносится так сейчас мы посмотрим так она вносится март-апрель и в конце августа второй раз вот я сейчас в конце августа его разложу под каждая под каждую гортензию она у меня только открыто я его добавляла в посадочные ямы при посадке новенькие гортензии сейчас вот сажала гортензию добавила этого удобрения 50 грамм посадочную яму и сейчас я уже будут сделала подкормку монокалий фосфат столовую ложку на 10 литров воды разводила под гортензии особенно которые у меня цветут пролила вот такими удобрениями пользуюсь друзья вот это мне очень нравится но у меня его уже мало только для вересков осталось и в принципе такое неплохое когда вот я сажала в 2018 году я под все гортензии его добавляла при посадке очень мне понравилось гортензии были бесподобные за одним вам уж покажу свою пиларгони которая у меня свалилась подоконника вот тут она мне теперь стоит но такая вроде ничего я ее обстригла ей а то нам не еще длиннее было все ветки длинные чтоб она это полегче полегче было ну вроде все показала а еще сейчас покажу одной подписчица обещала меня просили просила женщина показать мой барбарисик маленький банан за год как он у меня растет он у меня уже был куплен таким немаленьким кустиком вот за одним вам пилар кошки свои покажу красавицы стоят растут вот она мне попросила показать час покажу хочет человек приобрести и хочет посмотреть какой он будет барбарис вот такой у меня барбарис карликовый банан за год предпочитает солнечное место я сниму обязательно видео про барбарис и полностью расскажу какие у меня сорта растут вот такой хорошенький так что приобретайте не пожалеете вот он маленький а есть еще меньше такой же желтенький есть еще меньше барбарисик этот вот где-то будет может быть 50 сантиметров ну хотя ну хотя знаете можно как сказать это если вам не надо 50 можно его корректировать стрижкой и тогда он будет меньше вот какой хорошенький барбарисик вот смотрите как обещала показываю ну все друзья вроде все вам гортензии свои показала много у меня их я даже сама не знаю сколько не считала честно говоря сколько еще черенков у меня в череночнике у меня есть кстати видео да вот кому интересно про то как я гортензии свои черенкую вот прям специальное видео снято все все там показано можете зайти и посмотреть у меня есть плейлист гортензии и там это видео есть так что обязательно потом вам покажу свой череночник с гортензиями да с черенками как они у меня на черенкованы как выглядят сниму обязательно видео покажу сегодня уже не буду и так видео такое долгое получилось так что вы друзья всем кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал я вам и дальше все буду рассказывать и показывать всем всего доброго друзья до свидания до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok